Я не знаю, подошли тут и решили биф-бургер или хот-дог, все-таки биф-бургер один стоит 475 и кофе из башизки кофе лата по 400. И нам сдачу дали, сколько нам, 500 дали? Ну нормально, в принципе, мы 2000 дали, мы в деньгах теряемся. Зали подождать, то идемте, подождем, покажем, что за биф-бургер, главное, что не из жирафа. Вот нам уже принести наши бутерброды с говядиной, thank you. Ух ты, бургер какой, вот это да. Котлетка домашняя. Довольно-таки долго готовили, сейчас кофе варят в машинке, надеюсь, что котову. А что мы взяли? Латте, 205. Да, латте. Да, тут бургер. Или с телефоном с этим. Thank you. Так что сейчас... Чили соус, кетчуп и горчичка. Надеюсь, насладимся бургером. Да. Да, сейчас Наташа вытрет салфеточкой руки и будет пробовать. Будет. А, прямо сейчас? Да. А, я думала, сейчас мы остановимся. Ну, пока Наташа вытирает руки салфеткой, расскажу, вот такие орешки мы купили. Орешки макадами. Макадами. Вот они с медом. Вот такие вот они. Такие, ну, в принципе, вкусные. Свежие, вкусные орешки. Они свежайшие. Реально чувствуют, что свежайшие. Ну, как-то в Ильяне макадами купили. Он был, наверное, такой старый, что мы себе чуть зубы не поломали. Такой он, Саус Африка. А Аутов Африка. Вот это вот сделано в Кении, в Найробе. А это даже по Мэрилл Стрит, там снимается главные роли. А Аутов Африка. Кофе. Настоящий. Класс. Вот так вот, про орешки. Орешки вкусные, классные. 250 грамм стоит 6,7 долларов в Карифори. То есть 6,7. Ну, до 7 долларов. И есть еще соленые. Это в меду, а есть еще соли. Но соли мы пока еще не пробуем. Ну, это вкусненькие. Мягенькие. Ну, то есть из варианта все, что можно привезти из сувениров из Кении. Ну и все, поели, хватит. Поели, хватит, мы же хотели. Аутов Африка. Просто хочу, чтобы я пробовала бургер. Я уже вижу, что здесь есть свежий огурец, помидор, сыр потертый и котлетка. Ну, это вообще должно быть что-то мега чудесное. Ну, же вкусы такие, да, разные. Да. Ну, я сейчас облятываюсь, как обычно. Я не знаю, как бургеры можно есть это. Ну, не добавляем кетчупа, это просто котлетка без кетчупа. Подожди, раскрывание. Распаковочка. Распаковочка. Значит, довольно-таки увесистая котлетка. Ну, то, что я сказала. Дорчик сыр. И много натертого сыра. Да, по-моему, лука нет. Ой, оно горячее. Я еще, наверное, не вкушу. Вкусишь, вкусишь. Оставьте Наташа лайк, чтобы она вкусила. Ну, бургер есть или только булочку чувствуешь? Нет, классно. Слушай, как с сыром вкусно. Сыр не вверху, а внизу мяско. И оно так вкусно. Все, счастье, что мы сегодня немножко позавтракали. Вообще, для нас, наверное, очень-очень вкусно. Реальное мясо. Реальное мясо, реальная котлетка за 4,75. Аромат шутерный. Вкус, вкусный. Вкус, вкусный. Вкус, вкусный. Вкус, вкусный. Наслаждаемся. По соли вообще идеально. Не пересолено вообще. То есть, ничего добавлять не нужно. Ни майонеза, ни горчицы, ничего. Нет, мне не хочется ничего. Этот, по-иссисой, тут же есть сыр. Так что, супер. Латте, да? Да. Латте, да. О, давай. Простите. Латте уже как раз прям в такой симпатичной чашечке. Будешь чашечку с собой брать как-то в аэропорту? Ой, практически сердечко. Забрала. Обратите внимание, практически сердечко. Кофе есть, да. Ну, пахнет нормально. Ну, просто тут писали отзывы, что, в принципе, хороший кофе в машинке вы здесь не найдете, потому что самих машинах здесь мало. Ну, вроде бы, что проблема у них в кофе-машинах, что это, ну, наверное, не используется популярностью, потому что тут такой кофе, который, да, я не знаю, когда будет видео насчет, но из Калифора, который мы пили, правда, он стоит 15 баксов. Ну, но уже было, наверное. Да. Ну, я же говорю, как это, может, вы посмотрите, и там в турке варишь его, в чашечку наливаешь, и там такая пенка стоит. Просто супер, да? И корм вкусный этот кофе. Ну, ну, и как бы очень популярно, что здесь во френч-прессе делают кофе. Да, но этот же с молоком, поэтому сейчас будем пробовать. Очень приличный. Не горчит, не пустой, но это мы даже, это мы не сингл взяли, не двойной кофе. Обычный, да, обычный, отлично. Ну, все, и помой, как, извините, в Макдональдсе, в котором мы... И в Тимми Хор Тенси, в котором мы уже не знаю, сколько раз про это видео говорили. Потому что, если это слово помои, но уже заплатили, надо есть, да? Хотя надо... Ну, мы сейчас будем есть вкусный бургер, и вам того же желаем. Попетит-то всем. Вот, ну, вкусно покушали, действительно было классно. Солнышко стало выходить, а мы вам не показали еще сувениры. Давайте пройдем, посмотрим. Ну, да, жирафки, понятное дело. Конечно. Вот, здесь сувенир-шоп. Ай. Ай. Ух ты, вот такая красота продается. А сколько же он может стоить, такой жирафчик? Сейчас я вам расскажу. Так, пока рассматривайте, что там есть. Па, ну-ка я и завалила жирафа. Но он, правда, плохо стоит. Как завалить жирафа? 950 стоит. А помните, есть какие-то Ротшильда? Есть. А есть я даже то слово не помню, не выговорю. Вот такие вот они. А эти 800, нет, тоже 950. Прикольно. Ну, тут, конечно же, все посвящено жирафам в основном. Красивые жирафы из бисера. Красота какая. Ага. Ну, ладно. Не разрешили мне снимать в магазине. Видимо, потому что я жирафа завалила. Ну, вот чашечки там по 950 есть, магнитики. Ну, сразу скажу вам, что все вот это вот, конечно, классно. Но запрещено снимать почему-то. А то есть цены сказала, да? А, ну, цены очень дорого. Ну, брелочки, ну, да, дорого. Брелочки, вот такой размер, маленький, кения, там оно все из бисера, 650. Ну, это дорого все, и магниты дорогие. Потом, а, шляпа, шляпа. Мне понравились вот эти, знаете, как сафари, это. Вроде качественно сделан, не знаю, какой материал. Две 400, то, что я смотрела. Разные вещи, там футболки, понятно, все всякие в бирюльке, шляпки. Ну, вот эти вот украшения. Там что-то и по 650, и по 950, и по 3200. Три с чем-то. Ну, то есть я даже переводить не буду, скажу так, что это дорого. Магниты там за 5 долларов, в ценечке не доллар, а тоже 5-6. Ну, в общем, понятное дело. Еде как-то все берут, а там ничего не берут.